добрый день итак давайте посмотрим что можно сделать с этой фотографии в плане там творчество или что не такого необычного смотрите значит ну если мы берем классический вариант то что делают такими фотографиями чаще всего и значит чаще всего приглушают зеленый цвет и делают его таким более изумрудным где это лучше всего делать я сегодня покажу вам как это делать можно в трех разных редакторах capture one 3d люди creator и photoshop везде все делается это по-разному и есть свои плюсы минусы а дальше сделаем такой более творческий вариант я хочу сделать вот есть такой даже не за там жанр или как это называется когда делают прям такую такие творческие цвета там например зелень там красный делают там небо там делают там сиреневым и так далее вот в данном случае мы сделаем два варианта я хочу попробовать сделать зелень изумрудный но это делается быстро а потом сделайте красный это будет подольше но поинтереснее так давайте посмотрим если я хочу сделать изумрудный то проще всего это делать в к черван потому что можно сделать в любом из этих трех редакторов но почему делаю здесь потому что потом очень легко это все дело переносить так сказать масштабировать да то есть переносить на всю серию фотографий так что мы можем сделать мы идем в цветовые коррекции цветовый редактор выбираю цвет беру все насыщенности и и смещаю их по тону в область более холодных ну может быть не так сильно вот так вот как да но ведь там не все цвета вошли поэтому что все цвета вошли мы добавим а как это проверить вот так сейчас мы проверим какие цвета не вошли так вот так вот только волосы должны оставаться без коррекции цвета так и зеленые все оттеночки мы сам берем отлично но что получается получается что вот у нас с вами графе до после они были такие более теплые оттенки стали были холодным он стал изумрудным но чаще всего его еще приглушают поэтому насыщенность тоже немножечко немножечко приберем вот такой вот вариант и почему я это делаю то есть предпочитаю делать именно здесь потому что вот у нас там есть серия фотографии вот например вот там где изделие я просто просто я копирую настройки и выделяем несколько фотографий и сразу же применяю это очень быстро происходит там все замечательно но это то есть то же самое можно было бы сделать и в других редакторах но здесь это удобно в том плане что удобно потом это все дело масштабировать хотя можно было сделать и в 3d креатор и фотошопе я потом все покажу потому что мы будем касаться это вопрос тоже дальше вот но я сейчас буду реализовать более сложный вариант давайте мы сейчас с вами вернемся к исходному варианту и сделаем немножко другую вещь сделаем более сложную вещь это сделаем зелень красный такой такой творческий подход это будет немножко сложнее мы выбираем данный цвет и применяем данную функцию несколько раз и так выбираем диапазон и пошире 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 и смещаем ее в сторону более так а куда красный ближе вот сюда да поэтому мы сторону более теплых пойдем есть один раз применили еще раз тот же самый цвет смотрим какие цвета у нас входят в диапазон волосы входить не должны все остальное зеленое желтое должно входить то есть это же смещаем жетон в более сейчас посмотрю в более теплый да да более теплые цветки есть так что у нас получается и так до после они да вот то после смотрим до после так смещаем еще раз этот цвет проверяем какие цвета входят выбранный диапазон и тоже смещаем его более теплый вот мы уже близки и еще один раз давайте сделаем это хотя в общем-то уже хорошо сейчас мы сейчас просто насыщенность повысим мне кажется уже будет все хорошо насыщенность вuet interest of делом красными 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 вот красными красными его нет-то сильно ну в общем-то вот вот так вот вот так но вот более менее ну конечно может еще чуть-чуть хотя в общем нормально вот такой вариант давайте посмотрим до после так зеленый красный там такой творческий подход да вот в этом тоже что то есть вот а теперь посмотрим данным пришлось каждый отводят сделать несколько шагов да но что удобно потом опять же да как я говорил масштабируется удобно я копирую эти настройки и перекладываю их на следующий фотографии шикарно быстро все все очень здорово но если мы хотим сделать это побыстрее там это делаем таким образом мы идем то есть как вариант есть у нас редактор какой у нас есть photoshop здесь это можно сделать я просто уже экспериментировал здесь это можно сделать еще быстрее мы применяем один слой цветовый тон насыщенность выбираем оттенки зеленые зеленые и смещаем их в область в область более нам нужно пошире диапазон давайте пошире сделаем так а мы хотели сделать их красными это будет вот красный где вот где красный диапазон зеленых которые мы редактируем должен быть пошире 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 вот так вот вот так вот и еще уши и еще ширина чтобы кожа не чтобы кожа у нас не было задета так здесь вот так вот можно дать посмотрим что получается что получается получается вот такой вариант ну может немножко посветлее хотя тогда теряется насыщенность вот такой вариант да и мы можем регулировать вот что было до что было после мы можем регулировать степень применения данного эффекта вот так вот как мы это вот так мы это сделали photoshop но масштабировать сложнее потому что надо будет это загружать фотографию вот этот вот корректирующий слой все время копировать на него вот либо делать экшен но там опять же это очень долго стали смотреть я это в capture ванги это сделал за несколько секунд здесь это делается подольше но тоже можно и вот это же то есть если кому удобно photoshop и пожалуйста делать это здесь есть еще один редактор где мне это удобно делать это 3d лют кретор и так наш нам нужно сместить зеленые оттенки давайте так нам нужно зеленый но без желтых на желтый то будет вот цвет вот волос тут вот желтый коричневый и цвет кожи значит поэтому я делаю более точную сетку и поехали значит акту даже видно вот большинство у нас зелени находится вот здесь вот поэтому мы перемещаем в обыск красных зеленые затем зелено такие шуты и такие уже близки к желтым оттенки и вот вам пожалуйста результат да вот вот уже результат есть прям сразу же можно чуть подать чтобы они были таким красного все пожалуйста да тоже за несколько секунд очень быстро это делается поэтому но результат давайте просто проверим где где лучше где ну здесь довольно таки красиво можно сделать правда здесь еще более красному здесь на такой более холодный ближе к розовым но можно сделать и более красным да вот здесь он темненький вот здесь мне не понравилось то что здесь он такой темненький чтобы делать его светлее можно конечно попробовать сделать его посветлее как-то но 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 хотя можно можно сделать да можно здесь делать посветлее вот но мне бы хотелось это сделать прям все вот одним слоем вот здесь вот выбранный наш диапазон а где наши диапазон то выбранный которые мы делали это были это были зеленые вот они зеленые и мы сделал вот мы их сместили а можно ли сделать поярче понять сделать можно но у них теряется насыщенность если насыщенность повысить а вот можно 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 и яркость побольше насыщенность можно так вот как это получается фотошопе тоже симпатичные тоже быстро вот поэтому и так вот вам три варианта что они И все имеют свои плюсы и минусы, но принципиальным плюсом у Capture One является тот факт, что мы можем быстро масштабировать это на всю серию фотографий. Вот, надеюсь, что вам этот прием пригодится, причем прям сразу в трех редакторах, поэтому делайте свои фотографии творческими, необычными, используя вот эти вот приемы. Все, до новых встреч, всего хорошего!